Кофе Нарвесен Прожив 15 лет долго и счастливо в качестве обычного компактного хэтчбека, C4 внезапно решил стать кроссовером, или, по крайней мере, чем-то похожим на кроссовер. Чтобы дебют оказался максимально ярким, Citroёn пустил в дело тип кузова, более типичный для таких автомобилей, как BMW X6, с покатой задней частью, как у купе или так называемого лифтбека. Кто сказал, что купейный кроссовер могут производить только премиум бренды? Citroёn C4 стоит от 16 до 26 тысяч евро, но выглядит на все 40. По размерам этот авто составляет 4,3 метра и до сих пор отлично помещается в C-сегмент или рамки компакт-класса. Однако экспрессивный кузов и повышенный клиренс ясно указывают на желание встать в один ряд с вездесущей Toyota C-HR и Юрким Nissan Juke. До сих пор я реально не видел новой C4, только фотографии и не мог понять, насколько велика эта машина. Честно говоря, казалось, будет побольше, но на расстоянии он никакой не маленький. Не так ли? Одни колеса чего стоят? Citroёn неукоснительно следовал неписанным каноном дизайна автомобилей SAV-типа. Кузов как будто обёрнут вокруг колёс внушительного размера. Это, конечно, дело вкуса, но задняя часть C4 мне нравится конкретно больше, чем передняя. Возможно, потому что эта многоэтажная конструкция символизирует изменение образа автомобиля. Теперь посмотрим, насколько велик багажник. Багажник не грандиозный, но вполне приличный для машины подобных размеров. Хорошо, что Citroёn подумал о том, как проводить свободное время зимой. Что необычно для машины такого размера и класса, так это присутствующие уже в стандарте отверстия для лыж. Почему я сказал необычно? Потому что C4 построен на удлинённой платформе малого класса, которая служит основой для таких автомобилей, как Peugeot 208 и 2008, Opel Corsa и других. Пропорции салона определённо напоминают чешскую Skoda, Camic или Scala, которые также являются автомобилями малого класса, но только с удлинённым салоном. Сзади в C4 также довольно удобно. Тут определённо комфортнее, чем в ЦХР или Джуки, но входя или выходя придётся переступать через порожки шириной, как у гоночных машин. Постойте, а разве вы не думали, что новый C4 – это C3, но лучше и больше? Ни в коем случае. Посмотрите, какой у него салон. Здесь неожиданное обновление. Вспомним, что французы одними из первых переместили управление климатической системой на телевизор. Приходилось каждый раз ковыряться в экране. Посмотрите, в новый C4 вернулись крутилки. Всё как и раньше. К тому же они получились довольно красивыми. Инновации на этом не заканчиваются. Приборная панель уменьшилась до маленького экранчика с фоновой подсветкой. И наоборот. Складной дисплей Head-Up стал размером с ветровое стекло мотороллера. Citroën с гордостью отказался от широко применяемой в группе PSA пижовской ручки коробки автомата и создал свою собственную, немного в духе нового Volkswagen DSG. Ручка утоплена в панели и требует привычки. Так же, как и медленная кнопка старта, она не спешит исполнять команду Drive. И получается, для того, чтобы включить нужное направление, ручку нужно придержать. Если мы этого не сделаем, то даже не заметим, что мы на самом деле включили. С этим надо быть поосторожнее. До этого момента Citroën выглядел авто как авто, настоящий 21 век. Продукт третьего десятилетия. Но теперь начинаются настоящие чудеса французского автомобилестроения. У Renault Capture вместо ящичка шуфлядка. И Citroën, понятно, не захотел отставать от соотечественников. Внизу обыкновенный бардачок, причем довольно большой. А что вверху? Шуфлядка. Она задумана для планшета. Что мне с этим делать? Вуаля! Оказывается, еще выше находится выдвижной держатель, в который можно вставить этот планшет. Ну а теперь пришло время включить передачу и окончательно разобраться с тем, как новый C4 едет. В конце концов, он унаследовал от C5 Aircross особо комфортную амортизацию. Автомобиль катится действительно плавно. Насколько это возможно со всеми его тремя цилиндрами? Если только новый C4 не электрический, а у этой модели есть и такая версия, то под капотом никаких сюрпризов. Здесь может быть трехцилиндровый бензиновый турбодвигатель 1.2 с мощностью до 130 лошадиных сил. 1.6 турбо нет. Этот автомобиль все еще можно купить с дизелем. Бензиновый двигатель имеет максимальную мощность 155 лошадиных сил. Но это уже кажется преувеличением для настолько маленького мотора. Приятно, что Citroёn, в отличие от того же Renault, все же решил оставить дизели. В 130-сильной версии он однозначно быстр и идет почти на всех парах. Однако в городе предпочтение отдается бензиновому мотору, который все же дешевле. Или электрическому EC4, который, увы, будет намного дороже. Новый Citroёn C4 оказался совсем не таким, как я себе представлял. Ничего общего с предыдущим C4. Мы этого совсем не ожидали. Автомобиль не лишен различных странностей, но это все же французский автомобиль. И к тому же Citroёn. Так как же без них? Автомобиль едет плавно и комфортно. Мне очень понравилась амортизация и управляемость. То, что нет более мощных двигателей, вовсе не недостаток. Ведь у машины очень легкий перед. Поэтому езда такая легкая, с задором. Это хорошо. Но больше всего мне нравятся две вещи. Дизайн и тот факт, что за этот дизайн не нужно платить за облачные деньги. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!